Все, я начала даже уже. Так. Сенсейшнс. Правильно, что у нас сегодня? Так. Так. Всем здравствуйте. Так, сегодня у нас четверг, и мы снова в эфире. Ой, даже нас сразу уже так много. Так, девчонки, всем привет. Сегодня у нас четверг, 25 мая. С вами на связи город Ростов-на-Дону. С вами сегодня в течение этого часа буду я, Наталья Коклюгина. Я инструктор из города Ростова-на-Дону, работаю в школе Екатерины Мирошниченко и по четвергам провожу прямые эфиры. Вот, итак, сегодня у нас, девчат, ну, на дворе еще май, и в моем задании в сегодняшнем стоит сделать дизайны с коллекцией гель-лаков Сенсейшнс. Так, эти гель-лаки мы уже, как бы, неоднократно вспоминали, как бы. Так, давайте вот так вот положу повыше. Гель-лаки розовых оттенков, их здесь всего шесть в коробочке. Розовые от цвета Сенсейшнс. Здравствуйте, Наташечка, чуть не пропустила эфир. Здравствуйте. Вот, на самом деле так быстро пролетает, вот, от четверга до четверга. Я даже вот как-то так, не знаю, время не летит, оно куда-то улетает, и все быстрее, быстрее, быстрее. И уже, как бы, такое впечатление, что ты куда-то вечно не успеваешь, вечно куда-то ты забываешь, вечно чего-то кого-то. Что-то хочется, вроде бы уже много чего придумано в этой жизни, но, и тем не менее, как бы, вроде опять сел, подумал, и вроде что-то там вспомнилось из старых техник, из новых техник и так далее. Так, ну, здесь у меня в коробочке, как обычно, есть вот таких вот шесть типсиков, да, которые у нас, так, надо было, наверное, может быть, поставить их даже по порядку. Яркие, красивые. 381 один чего стоит цвет. На все лето можно. Все лето красить, не перекрасить. 382 девочкам, которые любят в огороде покопаться, да, и цвет красивый, и в то же время не такой яркий, и закроют все прелести под ногтевой пластины. 384 цвет, ну, конечно, для девчонок, для пусечек. Ну, хотя, вы знаете, как бы, на вкус и цвет товарищи нет, да, 385 такой спокойный, ну, ледовый оттенок. И из всех вот этих шести цветов, мой самый, вот, мне очень сильно нравится. Видите, он и не бежевый, и не ярко-розовый, 386 оттенок. Итак, это коллекция Sensations. Так, 6 оттенков. Плотные, ложатся плотно. Вот здесь на типсиках, вы же понимаете, что в целях экономии нанесен только один слой. Ну, и плюс топ, да, глянцевый, блестящий. Вот, значит, 6 оттенков коллекции Sensations. И мы попробуем с вами, ну, стараюсь, конечно же, задействовать по максимуму. Ну, хотя бы не два, хотя бы три цвета можно будет задействовать, да, в работе сегодня у нас, сегодня и сейчас. Итак, значит, с номера 381 по 386. В работу добавила, знаете, как бы, все подряд, вот если честно. Как в лучших традициях Ростова-на-Дону и в лучших традициях дизайнов Екатерины Николаевны Мирошниченко. Когда, знаете, вот все и сразу, все здесь и сегодня и сейчас. Все лучше и сразу, можно сказать. Дорого-богато. На самом деле, как бы, каждую технику, конечно же, которую мы пытаемся в дизайнах показать, конечно же, можно рассматривать как самостоятельно, да, отдельную технику. Просто стемпинг или там градиент, или отпечатывание фольги глянцевой. Добавление в работу декораций, кстати, о декорациях. Вкратце, как сделан каждый дизайн. Да, ну, тут на самом деле две техники. Тут глянцевую фольгу добавила в работу, в этих трех типсиках матовую фольгу добавила в работу. Плюс декорации одни и те же. И, в принципе, все. Ну, обо всем по порядку. Итак, значит, в работу еще добавила декорации, которые вышли буквально недавно, на прошлой неделе. Они есть в продаже. Это нейлдрессы. Екатерина Мирошниченко в своих прямых эфирах показывала уже дизайны с этими замечательными картинками. Все, как мы любим. Цветочки, листочки, вместе порозень и так далее. То есть, получается, номер 112 очарование. Так, и нейлдресс, оранжерея. Ну, на первый взгляд, я, если честно, когда увидела, подумала, и, может быть, вы даже будете правы, если скажете, ой, так они же похожи. На самом деле, похожи. Тема похожая. Там просто форма листочков разная. Бабочки разные, цветочки разные. Там можно скомпоновать их по-любому. И я, знаете, как бы просто сделала вывод, что, во-первых, под любой розовый цвет, зеленый цвет, конечно же, подходит шикарно, да, как оформление именно листовой части цветочков. А вот цветочки, цвет, цвет цветочков, он как раз-таки очень шикарно подходит под цвет этой коллекции. Вот обратите внимание, например, цветочки со 112-го, нейлдресс, очарование, шикарно сочетается с оттенками 382-м, 383-м. Видите, получается, очень подходят именно под цвет цветочков. То есть можно, например, все пальчики покрыть одним цветом, а на одном пальце сделать белый фон и просто разбросать цветочки вот этого цвета. И то есть они будут очень хорошо сочетаться. Не надо делать дизайн на всех пальцах. Абсолютно ни к чему. Можно просто сделать на одном. Вот, видите, вот шикарно подходит прям один в один. Так, ну а здесь, например, очень хорошо подходит, смотрите, 384-й и 386-й. Видите, тоже цвета шикарно сочетаются. Именно с оранжерей, 111-й номер. Видите, вот они прям подходят один к одному. И то есть как бы очень классно. Ну, желтая бабочка подойдет, самый теплый цвет подходит, вообще сочетается с любым цветом. Поэтому как бы, ну а листочки зеленые, я уже сказала, они в любом случае будут классно сочетаться с любым из этих шести оттенков. Итак, значит, нейлдресс номер 111 оранжерея и 112 очарование. Так, значит, что мы еще возьмем в работу? Возьмем в работу, конечно же, типсик. И начнем потихонечку делать варианты дизайна, которые вот здесь вот на первых трех типсиках. И если как бы видно, значит, здесь у нас вот часть типса непрокрашенная остается и добавляем только по бокам цвета. Ну, в принципе, сейчас обо всем по порядку. Значит, основу я сделаю, как будто бы у меня молочный цвет базы. Как будто бы на молочный цвет базы. Единственное, я сейчас прошу прощения, пока на секундочку поставлю типсики вот так. Может, кто-то захочет скрин сделать. Я перчаточку одену. Я же должна быть в перчатках, правильно? Ну, я на одну ручку хотя бы, как обычно. Ой, задела камеру так. Все. Итак, в основу возьмем молочную базу, да, грубо говоря. Я даже не буду акцентировать внимание на том, какой цвет я... Ну, хотя, почему не акцентировать, да? Я взяла номер 249. Это из наших старых коллекций. Видите, milk style. И покрою просто типсу, как бы сделаю вид, да, что у меня сделано покрытие, то есть моделирование, укрепление ноготочка сделано с помощью молочной базы. Так, не пойму, что-то на типсики пытаюсь вытереть. Точечка раздражает. Так, все. Так, аккуратненько. Типа у нас с вами молочная база. Укрепление сделали молочной базой. Так, просушиваем молочную базу. И теперь возьмем, давайте, в работу цвета. Ну, не знаю, я возьму сейчас по максимуму, посмотрим, сколько от них останется видно. Например, возьму 382 цвет, 383 цвет, посочетаем между собой. И давайте светленький еще возьмем. Ну, настолько, насколько хватит места, скажем так. Так, 386-й, 386-й. Вот так, три цвета взяла. И теперь буду делать из них такой быстренький градиент. Градиент мы будем с вами делать с помощью кисточки. Она у нас странным образом называется амбре, но делаем мы ей градиент. Это, чтобы, знаете, чтобы никто не догадался, в чем успех градиента. В том, что вы делаете ее кисточкой амбре номер 4. Так, видите, так, здравствуйте, здравствуйте, а потом раз, так, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Так, ну и мы с вами потихонечку начинаем, значит, делать покрытие. Покрытие будем делать так, немножечко по-хитрому. Давайте мы нанесем цвет вот так вот с одной стороны. Вот так. Пусть вас пока это не пугает. Это даже много можно было чуть-чуть уменьшить. Сейчас я чуть-чуть уберу лишнее. Так, теперь второй цвет. И теперь третий цвет нанесем. Ну, это понятно, что только с одной стороны, потому что сейчас я примерно то же самое сделаю и с другой стороны. То есть примерно будет вот так вот светленький цвет оставлю. Ну, понятно, что мы же все-таки пытаемся на показ делать какой-нибудь эдакий вариант дизайна, правильно? Ну, а потом вот так аккуратненько тяп-ляп нанести цвета, ведь это же никому не сложно будет, правильно же? Так, ну, пусть это вас не удивляет немножечко. Итак, я сейчас аккуратненько смешаю цвета между собой вот здесь. Так, и вот здесь аккуратненько. Так, я хочу сделать просто переход цвета от темного к светлому. Так, девчат, ну, пусть это вас немножечко не пугает. Конечно же, сейчас это выглядит как минимум странновато. Но мы с вами делаем интересный фон. Пытаемся усложнить себе жизнь. Смешала границу и теперь аккуратненько спускаюсь вниз. Так, ну, пройдусь еще разочек, потому что темного цвета довольно-таки много получилось. Ничего страшного, это только первый слой, никакой паники, все будет хорошо. Доделываем до конца и в первом слое самое главное, чтобы у нас с вами был плавный переход. Вот, а плавного перехода как раз-таки вот и не хватает. От темного цвета, да, к более светлому. Аккуратненько, аккуратненько. Вот с таким кривым краешком посередине, ничего страшного. Просушиваем. Девчат, просушиваем, конечно же, 30 секунд. И повторяем все то же самое еще разочек. То есть, единственное, что сейчас я, знаете, что сделаю темного цвета, нанесу чуть поменьше. Да, но все равно с градиентом красиво получается, когда, видите, от темного к более светлому цвету переходит. Добрый день всем. Так, еще разочек. Итак, мы сегодня делаем дизайн с гель-лаками из коллекции Sensations. Так, я сейчас аккуратно, тоненько-тоненько, очень тоненько, аккуратненько. Не надо толстый жирный слой, абсолютно ни к чему. Полусухой кисточкой. Более светлый оттенок. Так, чтобы смотрелось, да, по-взрослому. И совсем чуть-чуть, тонко-тонко, светлый цвет. Ну, посмотрим, что от него останется. Так, вот здесь вот светлый цвет. Над ним чуть-чуть потемнее цвет. Осторожно, стараюсь всегда убрать весь лишний материал с кисточки. Так, и немножко темного цвета. Вот действительно, знаете, так вот, по поводу, как наносить ляп-ляп-ляп. Не надо на этом сильно зацикливаться. Возьмем кисточку для градиента и, конечно же, аккуратненько-аккуратненько граничку размешаем между верхним цветом и нижним цветом. Между средним цветом и нижним. И теперь аккуратненько сверху спускаемся. У нас получается такой переход, да, от более темного оттенка гирлака к более светлому. Так, все есть. Аккуратненько растушевываем. И с другой стороны точно так же. Так, аккуратненько границу. Смешиваем. И аккуратненько сверху вниз протягиваем более светлый оттенок. Так, все. Сделали растушевочку. И с одной стороны, и с другой стороны. Это, знаете, как бы держите меня семер. Так, еще чуть-чуть тут поправлю, еще чуть-чуть тут поправлю. Так, все, просушиваем. И теперь, девчат, в промежуточке, вот там, где у нас пустота, давайте попробуем отпечатать какой-нибудь, например, с помощью какого-нибудь текста. Это вот, есть же пластины с огромным количеством такого газетного принта, да, вот буквы какие-нибудь, вот такой мелкий интересный. Либо вот такой вот сделаю сейчас. Видите, как бы шрифт какой-нибудь можно мелкий взять. И отпечатаем как раз-таки сейчас промежуточки, да. Если где-то залезет на цвет, ничего страшного. Все это можно аккуратненько будет убрать. Значит так, что нам потребуется с вами? Конечно же, штампик. Я подушечку почищу с помощью скотча. Все, очистила подушку. Сейчас я еще с другой стороны. Так, все, подушечка у нас есть. Так, ну и красочка, да. Давайте возьмем черную красочку. Так, наносим красочку к нам на штампик, да. Нужно будет это все сделать спокойно, но быстро. Спокойно, но быстро, чтобы все хорошо отпечаталось. Надо обязательно, чтобы подушечка была, конечно же, прозрачная, чтобы мы четко видели, что и куда мы будем ставить. Так, ну и теперь, внимание, аккуратненько берем черную красочку, набираем на кисточку, распределяем по нашей пластиночке. Так, легкий накат, не давим на подушечку от слова совсем. Набрали текст. И я попытаюсь отпечатать, стараясь наметиться только в промежуточке. То есть вот здесь. Видно, сильно не давлю на подушечку. И в продолжении вот сюда. Вот таким вот образом. Так, и то, что мне не нужно. Я, конечно же, сейчас возьму жидкость для обезжиривателя и жидкость для снятия гель-лака. Буквально уголочек. И вот здесь вот слегка-слегка, вот аккуратненько уберу то, что мне не нужно. Ну, где я залезла на цвет. Ну, на самом деле, вы сейчас можете мне сказать, что ведь, наверное, можно было бы сначала отпечатать. Например, на молочный план отпечатать, например, отпечаток, да, вот допустим, как бы с помощью техники стемпинг. Напечатать там какую-то букву или какой-то орнамент. И потом уже закрыть цветом. На самом деле, вы правы, можно было и так сделать. Просто я так делала, и когда отпечатываешь, а потом как бы не вытираешь, часто бывает, что через цвет, через цвет, да, вот допустим, у меня плотный цвет, а вот бывает, что через цвет будут видны эти буквы. То есть все равно нужно будет подтирать изначально перед покрытием. Поэтому вот я четко наметилась и попала только туда, куда мне нужно было. Все. Ну, а теперь, девчат, мы обаим в работу с вами, в работу фольгой. Я взяла вот такое желтое золото. Компания Эми всегда, как бы, очень много пропагандировала фольги. Как бы Екатерина Николаевна, инструктора по всей России, и не только, и в Европе тоже. Мы очень много работали с фольгой. И лучше всего, конечно же, фольга отпечатывается, например, золотая. Благородная золота называется фольга, либо желтое золото, либо серебряная фольга. Ну, у нас, конечно, много оттенков фольги продается в магазине. Красная, зеленая, синяя, какая угодно. Ну, фольга как бы хорошо отпечатывается, когда она очень тонкая, мягкая. С одной стороны, видите, цвет металлика, с другой стороны цвет золота. Бывает фольга, когда здесь такой легкий налет такой, знаете, матовый. И вот тогда можно матовый налет плохо, ну, как бы, с матовым налетом с этой стороны фольги, очень плохо фольга отпечатывается, ну, не очень хорошо, скажем так. И мы просто брали и обезжиривателем вытирали вот этот матовый слой, и тогда фольга потом хорошо отпечатывается. Если на вашей фольге вот такой металлический оборот, она очень мягкая и металлический поворот, то тогда она хорошо должна отпечататься. Ведь, по большому счету, ведь это же у нас получается, как пленочка с таким напылением, да, и мы вот это напыление пытаемся отпечатать на рисунок. Ну, а прежде чем мы начнем рисовать рисунок, на который будем отпечатывать фольгу, мы, конечно же, ноготочек перекроем топом безостаточной липкости. В нашем случае это топ Теклос. Значит, я обычно как бы на занятиях девчатам говорю, перекрываем топом безостаточной липкости, в нашем случае, да, в наших условиях, это топ Теклос. Значит, перекрываем топом Теклос, стараемся все промежуточные этапы, девчат, делать очень-очень тонко. То есть, я наношу топ Теклос, с кисточки все излишечки убираю, и еще разочек тонко-тонко-тонко все лишнее убираю. Просушиваем топ Теклос, девчат, одну минуту, одну минуту. Если вы просушите две минуты, хуже не будет, будет только лучше. Так, ну и пока у меня высыхает в течение одной минуты, я определюсь, какие цветочки я хочу прицепить. Прицепить, да? То есть, как бы я уже просто вот этот вариант открывала. И давайте мы просто приготовимся. Давайте какой-нибудь небольшой букетик, а лучше даже, может быть, пару цветочков каких-то, чтобы не сильно много было. Да, не сильно много, сказала Наташа, и потерялась. Потерялась. Не хочу большой, не хочу жирно, не хочу много. Может быть, просто вырезать какой-нибудь один. Какой-нибудь один. Все, растерялась напрочь. Хотела, чтобы хорошо видно было. Так, ну ладно, можно тогда действительно вот один есть. И какую-нибудь композицию цветочную взять и просто разбить на части. Потому что хочу, чтобы... Почему я сейчас так замешкалась, завушкалась? Просто потому что хочу, знаете, что сделать? Чтобы я все-таки хочу фольгу в работу добавить, чтобы все было видно. И стемпинг, и фольга, и градиент, и нелдресс. Так, убираем всю лишнюю бумагу. И цветочки, вот я вырезала цветочки из нелдрессиков, да? И теперь, конечно же, положу на влажную салфетку. Влажную салфеточку. Сейчас, секундочку. Вот так вот. Влажная салфеточка у меня тут в коробочке лежит. Знаете, как рояль в кустах. О! Соберу букетик. Так, ну и все у меня высохло. И, девчат, я хочу нарисовать рисуночек по границе, да? По границе вот этих вот буквок. Значит, с помощью, во-первых, гелевой краски черный тюльпан. Гелевая краска черный тюльпан. Продается и в пятиграммовых баночках. Это тюбик десятиграммовый. Очень выгодная упаковка. Так, и кисточка мне потребуется, конечно же, сейчас тоненькая, длинненькая. В нашем случае это линеарная кисточка. Пять дробь ноль. Взяла черную синтетику. Она потоньше, пожестче. Так, и прежде чем нарисовать рисунок, чтобы фольга отпечаталась только туда, куда мне нужно, нужно будет взять бафик. Ну, можно, тут рабочий лежит. Вон, 100 на 180. И забафить поверхность. Забафить поверхность, убрать глянец, чтобы фольга, понимаете, Текласс – это мягкий топ. Он пористый, он мягкий. И если так вот посильнее нажать на ноготочек, ну, фольгой, да, то есть как бы так усилия приложить, фольга может отпечататься там, где нам не нужно. А если вы забафите поверхность Текласса просушенного, то фольга отпечатается только туда, куда нужно вам. Все, забафили, девчат. И, конечно же, с помощью обезжиривателя и салфеточки безворсовой убрали пыль, да, которую запилили. Все. Вот теперь поверхность получается чистенькая. То есть у нас все перекрыто. И цвет перекрыт Теклассом, да, и то, что мы с вами отпечатали, тоже перекрыто Теклассом. Так, ну, а теперь черная гелевая краска, черный тюльпан. Да, знаете, я проверяю в онлайне, в онлайне, да, у нас очень много девчат учатся, и я курирую работы, как бы, девчонок. И часто вот им пишу такую фразу, может быть, среди нас есть люди, которые в онлайне учатся, что зачастую качество дизайна зависит от качества используемых материалов. И мы говорим про то, что, конечно же, можно использовать в работе, когда ты проходишь обучение на курсах в онлайне. Конечно, можно использовать любые материалы, да, которые есть под руками. Никто же не проконтролирует это, да, правильно же это. Но вот есть такие моменты, вот, например, это я пытаюсь петь дифирамбы сейчас, конечно, в гелевой краске черный тюльпан. Потому что вот на нее так хорошо фольга печатается, и получается абсолютно у всех. То есть гелевая краска, которая действительно, ну, с шикарной дисперсионной пленкой, на которую без проблем отпечатывается фольга. Я сейчас беру и просто по границе аккуратненько отделяю, да, цветная часть моего покрытия и вот этот вот момент, да, который в серединочке остается виден. Ну, естественно, мы можем немножечко приукрасить все это дело. Мы можем с вами добавить парочку дополнительных линий с красивыми такими плавными соединениями, чтобы не было резких границ между линиями. Такие, знаете, как плавно, как треугольничек, вытекает и соединяется с нижней линией. Нигде нет острых углов, все должно быть очень плавно и желательно очень тонко. Фольга одинаково хорошо, девчата, отпечатывается и на толстые линии, и на тонкие линии. Так, мы говорим еще разочек, хочу сказать. Понятно, что кому-то нравятся дизайны, кому-то дизайны не нравятся. Но зачастую мастер, например, не любит рисовать, а клиенты, которые ходят к мастеру, прям ждут от него чего-то, да, то есть как бы, ну, хоть немножечко, но какое-то добавить украшение, там, на одном, там, например, пальчике, на четвертом. Вот. И когда вы, мне кажется, можете удовлетворить, допустим, желания ваших клиентов, мне кажется, даже интересно как-то становится, да, и вам с клиентом, и клиент никогда от вас не откажется, если он знает, что он всегда может попросить у вас что-нибудь, и вы что-нибудь добавите, да, вот, что-нибудь. Мне, например, мой муж злится, когда идет в магазин и говорит, что купить? Я говорю, купи что-нибудь к чаю, что-нибудь к чаю, все, это смерти подобно, не дай бог я эту фразу произнесла. Так же и здесь, да, хоть что-нибудь. Итак, девчат, я нарисовала черным тюльпаном, это гелевая краска с липким слоем, буду просушивать одну минуту. Вот теперь по поводу времени. Вот, по поводу времени. Значит, если лампа у вас очень хорошая, сейчас все пользуются в основном светодиодными же, правильно, лампами? Вот, поэтому, если лампа у вас хорошая, ну, просушите черный тюльпан гелевую краску в течение 30 секунд. Если лампы у вас давно, ну, я не думаю, что вот как бы мастера, которые, знаете, стоят на потоке, они вот уже пока лампа не умрет, вот уже прямо, когда уже поставил руку в лампу, достал, а гель течет по пальцам. Вот только тогда мастер иной раз сидит замученный, как бы, ну, с большой занятостью, да, то есть как бы уже когда понятно, что уже гель растекся по рукам до локтя, он потом уже заглядывает в лампу. Так вот, если вы лампой пользуетесь давно, ну, конечно, например, я даже вот не парюсь, и в классе у меня, конечно же, лампы такие уже, знаете, которые отработали свое много лет, и как бы в работе тоже, если иногда и работаю, то даже вот не парюсь по этому вопросу. Я считаю, что все технические вопросы нужно решать через минуту. Если вы, например, черным тюльпаном, гелевой краской нарисовали рисунок, просушили одну минутку, отпечатываете фольгу, фольга отпечатается идеально. Вот мы пока с вами разговаривали, сейчас подставлю палец свой, чтобы типсик не сгибался. И вот большим пальчиком нажали сквозь фольгу, оторвали. Сейчас я попытаюсь так на камеру. Единственное, часто бывает, что, например, девчонки фотографируют свои работы и пишут мне там, типа, ой, кажется на фотках, что нигде не отпечаталось. Ну, типа, отпечаталось, но не везде. Я вам хочу сказать, что сейчас тоже на камере буду вот так вот стараться покрутить, повертеть, и сказать вам о том, что, конечно же, фольга отпечаталась абсолютно везде. Вот. А сфотографировать это, конечно, нужно еще суметь, да, умудриться. Так, ну вот смотрите, отпечаталась фольга везде, причем без каких-то лишних там, ну, без особых усилий. Так, ну и, конечно же, мы уже как бы приготовились, да, буквально дополнить чуть-чуть вот цветочками. Давайте вот сюда в среднюю часть. А цветочки мы посадим с вами, конечно же, на слайдер топ, да. Это гелевый топ, ну, гель-лак топ с липким слоем. Если вдруг у вас слайдер топа нету в работе, ничего страшного. Можно воспользоваться жидкой базой. И под слайдеры, под переводные картинки на поверхность нанести быстренько слайдер топ. Так, ну вот здесь слайдер топ или базу, простите, ради бога, базу, конечно же, говорила же про базу. Так, фольгу перекрою вот тут вот тонко-тонко. Очень тонко. Все промежуточные этапы, конечно же, должны быть тонкие. А в чем лучше? Вот тут у нас вопросик. Ага. Ну, во-первых, меня тут поддержали. Согласна с вами. Зависит от качества материала. Да, вернусь к этому вопросу. Сейчас, секундочку. На самом деле, я всегда вот говорю и пишу, что качество дизайна, потому что если ты делаешь дизайн, знаете, вот иногда не нужно выдумывать, придумывать колесо. Его уже придумали. Я ни в коем случае, ну как, ну как ни в коем случае. Конечно же, я рекламирую продукцию Эмми. Девчат, ну как, конечно, рекламирую. Живу я здесь много лет. И, конечно же, считаю, что классные материалы, дизайны с этим материалом придуманы. И ты понимаешь, что ты действительно берешь этот материал, сушишь количество времени, то, которое тебе говорят четко вот по технологии, тогда все классно получается на самом деле. Так вот, поэтому, конечно, как бы не без рекламы. Но в любом случае, можно же подобрать что-то на рынке, же много всякой всячины, правильно? А в чем лучше брать черный тюльпан? В тюбике или в баночке? Ну, Галина спрашивает. На самом деле и в тюбике, и в баночке одинаковый материал. Просто единственное, тут целовая политика, понимаете? Вот, например, 5 грамм в баночке стоит, например, 500 рублей, да? Гелевая краска. А, например, в тюбике, тюбик, другая упаковка, и цена, естественно, упаковки немножко другая. И в тюбике получается, ой, девчонки, если мне не изменяет память, сейчас, может быть, нас менеджеры смотрят, они могут меня поправить, ну, по-моему, 680 рублей. То есть получается выгодно по цене купить, конечно же, тюбик 10-граммовый. Не потому что качество геля в тюбике лучше, а просто потому что это более экономичная упаковка получается, и на выходе дешевле. Но 10 грамм, конечно же, больше, чем 5. И можно купить, и, знаете, хватит. Примерно там до 80 лет будете работать, вам хватит тюбика. А потом еще новый купить, чтобы до 120 лет хватило. Так, все. Я, значит, слайдер топ нанесла, девчат. Теперь тут все очень просто. Я попытаюсь сложить, сложить дизайн и добавить, видите, вот так вот на пересечение, вот сюда цветочек, вот так, один. С веточками такой прикольный. Так, и, и, и. И еще один. Сейчас, я, знаете, на секундочку буквально подушечку очищу от красочки предыдущей. И я так вот, 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 не знаю, вот сюда, наверное, добавлю. Ну, чтобы мало не показалось, знаете, чтобы дорого-богато, чтобы уже по полной программе. Так, все, слайдер я прикрепила на липкую поверхность. Ну, я нанесла слайдер топа, может быть, у вас будет база, да, например. Так, просушили. Обязательно любой слайдер мы с вами покрываем ультрабондом или праймером, да, жидкость, которая грунтует натуральную пластину, жидкость, которая служит как двойной скотч. Так, наносим. Обрабатываем поверхность слайдеров. Толщины никакой не имеет это покрытие, просто для связки. Все, и теперь покрываем все это дело топом. Топ может быть любым. Ну, я воспользуюсь, например, тем же Текласом, потому что я хочу еще, конечно же, увеличить объем немножко краешков лепесточков с помощью импасты. Я люблю этим заниматься, очень нравится мне. Хорошая практика. Что за декорации? Вот тут буквально глаза подняла. Взяла в работу новые декорации. Очарование 112 на Элдрес. Цветочки, листочки. И вот такие бабочки, цветочки. 111 оранжерея. Слайдеры, девчат. Все, что на бумажках, все это слайдеры. То есть размачивается в водичке и прикрепляется на липкий слой. Мы прикрепляем либо на базу жидкую, да, тонким слоем наносим, либо на липкий слой слайдер топа. Ну, слайдер топ это от компании Эми, конечно. Итак, 111 это оранжерея Нелдрес. 112 очарование Нелдрес. Так, все, перекрываем теклосом. Я буду сверху теклоса наносить еще эмпасту белую. Я говорила, что сейчас мы будем задействовать разные техники. Девчат, я просто иногда, вот когда начинают, допустим, девчонки писать, ой, да тут масло масляное, одно и второе, третье, пятое, десятое. На самом деле, я считаю, что вот в таких дизайнах нужно обращать внимание в мастер-классах именно на технику. Ведь вы же можете просто на однотонном покрытии нарисовать пару полосочек, каких-нибудь пару вензелечков черной гелевой краской, черный тюльпан и отпечатать фольгу, например. Нарисовать каких-нибудь буквально парочку полосочек. Люди, которые не любят ни цветочки, ни бабочки, может какие-то геометрические, да, по стране ни линии пойдут. Почему бы не нарисовать эти линии черным тюльпаном и не отпечатать фольгу. То есть вы, например, сегодня понимаете, что я вам говорю о том, что черная гелевая краска через минуту, на нее шикарно отпечатывается фольга. Глянцевая, серебряная, золотая, неважно, любая. Вот, просто дисперсионный слой настолько, как бы, хорош, настолько он вязкий, липкий, что на него отпечатывается любая металлическая, металлизированная вот такая фольга, да. И я объяснила, как бы, в чем разница. Так, все, и теперь, девчат, все, по большому счету, все, дизайн готов. И цветочки у нас под цвет фона прям подходят, сильно в глаза не бросаются, но при этом есть какой-то вот такой интерес, какой-то разрыв, да, такой вот. И теперь можно взять, например, белую импасту. Белую импасту. Я сейчас буквально капельку найду, но чтобы совсем чуть-чуть. Так, белая импаста. И кисточка, лепесточек, единичка для жестовской росписи. Я часто в своих эфирах, и не только я, часто в своих эфирах мы эту кисточку вспоминаем. Смотрите, это единичка, КЗЛЕ1. Выглядит она вот так, она как готовый лепесточек. Видите, у нее цоколь, видите, сплюснутый, то есть вот такой плоский, да, и кисточка похожа на лепесточек. На лепесточек. И очень удобно такой кисточкой делать мазковые цветочки. Так, сейчас, секундочку. Я обычно работаю, знаете, как мне из палитрочки, вот так, с перчаточки. Вот так взяла немножечко импасты. Кисточку промыла в капельке базы. Ну, можно взять вот базу, да, бейсгель взять и промыть кончик кисточки в базе. Так, все промыли, салфеточкой вытерли. А теперь легкие движения к центру. Взяли немножко на кончик м-пасты. Ну, тут цветочки вот такие, они такие с розовинкой, они такие, знаете, как кремовые. Я вообще не очень хочу на самом деле тут изменить как-то цвет, но в любом случае он, конечно же, станет светлее. И аккуратно кисточкой движения к центру я немножко сделаю лепесточки такими слегка-слегка объемными. И в общей массе всех техник, которые мы с вами сюда сейчас применили, цветочки, конечно, выделятся и будет красиво смотреться по весенне-летнему. Так, вот один цветочек, вот цветочек второй. Все движения кисточкой с мили-мили-мили граммом м-пасты, все движения кисточки от краешка лепесточка к центру. Так, ну, еще один вот тут вот. Я же вырезала такой вот букет такой немножко укороченный. Совсем-совсем чуть-чуть. Так, и никогда, нигде еще не помешали какие-то небольшие капельки, небольшие точечки кончиком кисточки. Так, вот таким вот образом. Это импаста белая, белый рафинад. Импасты можно рисовать сверху по готовой поверхности. Так, просушиваем. Я подняла глаза. Так, про черный тюльпан мы поговорили, что за декорация сказала. Лариса поставила нам огонек. Спасибо, классно. Такой дизайн можно же сделать с гель-лаками лавленец. Так можно любые цвета, конечно же, взять. Абсолютно. А почему такая тишина в эфире? Зависла, не зависла? Не знаю, девчат. Вроде бы тут движение. У меня есть сердечки. Смотрю, летают потихонечку. Так, мы все это дело просушили. Так. И, в принципе, наш дизайн готов. Я сейчас его сюда вот так благополучненько, наверное, пристрою рядышком. Ой, простите. Сейчас, секундочку. Пыталась прикрепить. Быстро улетела. Типсик улетел. Да что ж ты будешь делать? Так. Все ок. Ага, нам написали, что все ок. И это очень так радостно на самом деле. Да что такое? Вот так. Посильнее. Стесняюсь, наверное. Ну, вот так. Так, ну все. Тут все прилипает. Непонятно, почему. Итак, видно? Вот у нас эти варианты дизайна с фольгушечкой золотой. Так. Ну, а рядом... Ну, а рядом... Здесь у нас фольга, если кто-то обратил внимание. И наверняка есть люди, которые... Есть девчонки, мастера, которые давно уже, ну так, следят за мастер-классами, да? Значит, это кусочки. Это, конечно же, просто отпечатана матовая фольга. Видно? Кусочки матовой фольги. И тоже прикольно очень смотрится. Очень быстрый дизайн получается. Если мы с вами возьмем сейчас... Секундочку. Сейчас мы, конечно же, возьмем... Типсик я достану. Это буквально дизайн пяти минут, скажем так. Так, сейчас я прикреплю типсик на палочку. Это с первым дизайном немножко заморочилось. На самом деле, если вы знаете, не отвлекаться на разговоры, вот, то, конечно же, все это делается очень быстро. Это... Вот если конвейером делать, просто, единственное, что как бы... Время просушки. Знаете, вот это 30 секунд просушить, минутку просушить, да? Чтобы фольга отпечаталась. То есть вот быстрота дизайна обуславливается только скоростью просушки, да? То есть сколько мне нужно потратить время на просушку. Так, ну давайте я вот так сейчас по-быстрому. Значит, возьму один цвет с одной стороны и даже сделаю его прям побольше. Вот можно засечь. Давайте засечем. То есть как бы сушим 30 секунд. 30 секунд. Пока будет сохнуть 30 секунд, я вам скажу о том, что я возьму сейчас в работу фольгу матовую. У меня тут вот буквально несколько кусочков фольги лежит на столе. Вот смотрите, можно взять, например, какую-нибудь светло-серенькую матовую фольгу. Матовая фольга, это тоже как пленка, и на ней нанесена вот эта красочка. И мы пытаемся отпечатать именно вот это напыление. А оно такое, видите, матовое. Например, светло-серый, темно-серый. Очень хорошо к этим цветам подходит фиолетовый какой-то оттенок матовой фольги. Розовая фольга. Можно взять кусочек белой фольги. Кстати, больше всего люблю белую матовую. Ее можно везде понатыкать, и везде будет красиво смотреться. То есть вот буквально несколько кусочков. Нам нужно будет прям, вот я не знаю там, буквально полсантиметра от каждого кусочка нам нужно будет отпечатать. Все, и теперь фольгу мы будем, девчат, отпечатать именно на слайдер-топ. Слайдер-топ. И вот тут вот, ну, база, конечно, можно попробовать на базу, но как бы надо просто пробовать, понимаете? У всех тоже базы разные. У кого-то база, например, с очень жирной дисперсией, у кого-то база с полусухой дисперсией. Поэтому надо, конечно же, попробовать, надо попросушить. Начните с того, что просушите минутку. Если у вас нету слайдер-топа, попробуйте посушить базу минуту. И тогда отпечатать, попробовать фольгу. Ну, я думаю, что я прям уверена, что не меньше минуты надо будет сушить. Поэтому минуту просушить, попробовать отпечатать. Не отпечатывается, но попробуйте чуть-чуть дольше просушить. А сейчас я пока на эту половинку нанесла очень-очень-очень тонко слайдер-топ. И вот, внимание, опять время. Одна минута. Одна минута. Пока будет просыхать, давайте, чтобы время, например, не тратить, я возьму какую-нибудь картинку. Ну, например, давайте вот отсюда возьмем, да? Какую-нибудь красивую бабочку. Бабочку, цветочек или пару бабочек. Это я взяла слайдер оранжерея, да? Так, ну, давайте. Тут вот красивая какая-то вот такая бабочка. Мне от это больше нравится, конечно. Ой, я сейчас еще Эми вырежу. Если будет куда прилепить, я еще вот этот кусочек Эми прилеплю. На самом деле, это просто какая-то там надпись, типа обозначение, где производится и кто хозяин. Так, а я бабочку возьму. Пока мне минуту слайдер ткнет, надо же чем-то заниматься. Правильно, бабусю вырезала одну. Давайте еще одну. Причем это будет, давайте, желтенькое, например, желтенькое пятнышко на розовых оттенках, на фиолетовом оттенке, может, она попадет. Будет очень прикольно смотреться. Так, все, желтая бабочка тоже есть. Я положила просто на мокрую салфетку. Так, пока в сторону убираем. Так. И теперь мы отпечатываем фольгу. Ну, тут все будет очень просто, девчат. Я даже ее немножечко вот так вот помну. Чуть-чуть. Мне потому что надо, чтобы отпечатывались только кусочки небольшие. Поэтому отпечатали. Я сильно не давлю. Мне нужно, чтобы отпечатывались вот как кусочки. Знаете, как заплатки такие. Вот, розовенького немножко. Давайте попробуем фиолетовую. Вот, немножко фиолета добавлю. Так, давайте теперь немножко серенькой. О, прикольно видно. Видите, кусочки. То есть, где не отпечатывалась одна фольга, там, конечно же, обязательно отпечатывается другая фольга. Ну и белая. Белая мне всегда, знаете, в конце нравится. Оно так в прожилках хорошо появляется там. Видите? У нас был такой замечательный курс, много лет назад назывался он «Кракелюр». И как раз-таки вот эффект растрескивания получался на поверхности. И можно было подобрать любую фольгу. Так, и отпечатать, например, там были разные оттенки коричневых оттенков, разные коричневые. Там светло-серый, темный-серый, черный, белый, слоновая кость. То есть, как бы, и сейчас тоже продается, конечно же, матовая фольга. Тоже, как бы, в ассортименте абсолютно. Вот, поэтому, как бы, отпечатали. Ну и давайте со второй стороны просто добавим какой-нибудь светленький номер гель-лака. Например, это будет... Давайте розовеньким, которым мы еще не пользовались, да? Давайте 384-й из этой же коллекции возьмем. И со второй половиночки нанесем его. И заодно выровняем границу. И вот смотрите, как классно подходит розовая фольга матовая и 384-й номер гель-лака. И оно вот теперь все это вместе сочетается. И, опять же, на всех пальцах этого не надо делать. Ну, это очень много. Это перегруз какой-нибудь. Ну, разве что, знаете, там отпечатать на один пальчик наполовинку и задеть какой-нибудь еще соседний, да, пальчик буквально там чуть-чуть отпечатать. Просушиваем, девчат. Так, с помощью, например, какого-нибудь незатейливого шармикончика, полосочки какой-нибудь. И, кстати, у них он у меня тоже был. А куда я его положила? Ну, вот, на столе, где, знаете, сейчас я вот так вот пока отвлеку ваше внимание и поищу вот это дело. Так, так, так. Все. Хотела просто взять какой-нибудь шармикончик в виде полосочки, но, видимо, не судьба, потому что вот, видимо, кто-то попал. Чтобы сильно долго не отвлекаться, это на самом деле не принципиально важно. Можно просто взять и с помощью черненькой импасты, да, черненькой импасты, взять и прочертить граничку между одним, одной половинкой покрытия и другой. Опять же, кисточку я возьму, конечно же, линеарную 5 дробь 0. 5 дробь 0. Просто аккуратненько добавлю сюда границу. Ну, на самом деле, можно было приклеить шармикончик, какую-нибудь полосочку черненькую, либо я мне очень хотела сюда золотую прилепить на образцы, у меня именно золотая полосочка. Ну, на самом деле, можно выкрутиться и даже иногда от руки нарисовать быстрее, чем что-то найти на рабочем столе. Так, аккуратненько. Шармиконы в виде полосочек самые любимые, конечно, золотые и черные у меня. Есть шармикончики черной линии, золотые линии, серебряные, белые. Не знаю, почему-то у меня как-то больше используются, конечно, черные и золотые. Так, теперь я сейчас все отодвину, и, конечно же, сразу идут полосочки эти. Так, все отпечатали. И теперь, что остается мне сделать? Да, прикрепить вот это все дело сюда вот на наш яркий фон. А прикреплять слайдеры мы будем на слайдер-топ. Если слайдер-топ у вас отсутствует, то тогда можно будет взять базу просто. Так, пока все отодвинуть с экрана, чтобы фокус был у нас конкретно на нашей работе. Так, слайдер-топ. Слайдер-топ. Просушиваем, прикрепляем через... Ну, я обычно 10-15 секунд сушу, а потом досушиваю. То есть прикрепляюсь и досушиваю. Так, мы возьмем с вами бабочку. Многие мастера вот так делают. Да, на подушечку, видите, вот она там. И хорошо будет видно, куда она у нас будет прикрепляться, закрепляться. Давайте вот так, например. Она у нас ляжет и на ту половинку, и на другую половинку. Я тут вот вырезала. На самом деле, можно было этого не делать. Ну, надо же полупендриваться, правильно? Вот эми печать вот так поставим. Эми. Видите? Екатерина Мирошниченко. Все, все внимательно смотрим, смотрим, запоминаем. Так, и еще одна бабочка. Видите? То есть, как бы, ну, опять же, экспресс-дизайн, в котором ничего не нужно рисовать. Просто посовмещали вот технику, прикрепили слайдеры, да, фольгу матовую задействовали. Видно, красиво по-летнему. Ну, вот цвет, цвет, конечно же, может быть любым. Это просто я взяла коллекцию Сенсейшн в работу. А на самом деле в голубых тонах так будет красиво сделать. И в бирюзовых каких-то тонах, правильно? И в красненьких. Так, теперь подсушиваем обязательно, девчат, подсушиваем. Потому что я слайдер топ, либо базу подсушиваю 10-15 секунд. А потом обязательно перекрываем ультрабондом или праймером, правильно же? То есть, почему? Да потому что слайдер – это пленочка. И пленочка не имеет никакой липкости. Для того, чтобы было хорошее сцепление с топом, перекрываем вот таким вот образом ультрабондом или праймером. Высыхает на воздухе и после этого перекрываем топом. Ну, опять же, у меня под руками стоит топ Теклос. Он может быть и промежуточным этапом, он может быть и завершающим этапом. Хотите, можете матовым топом закрыть, правильно? Хотите, чем хотите. То есть, как бы у нас еще есть ультрашайн, ультраблеск, да? Можно было им сейчас покрыть. Ну, на самом деле, любой топ, которым вы работаете. Все, перекрываем это дело. Так, просушиваем. Так. Ну, и мне, знаете, как, держите меня семеро. Давайте еще хоть что-нибудь, но добавим. Мы сейчас буквально несколько пятнышек добавим вокруг наших бабочек. Так, я вот сейчас покажу поближе. Оп. Возьму вот так. Видите, вот, допустим, там несколько точечек. Прикольно так немножко освежает картинку. Буквально совсем чуть-чуть. Так. Просушили. Кисточка. У меня лепесточек единичка для жесткого. Можно взять просто тоненькую кисточку. И вот так вот аккуратненько. Несколько точечек сюда. Можно вот сюда. Видите, мы поставили бренд Эми наш. Так. Ну, и можно сюда. Благо, что здесь, благо, что здесь хорошо видно вот эти белые точечки. Вот и все. Так. Ну, и просушиваем, конечно же. Эмпаста остается у нас на готовой поверхности. Вот. Получился вот такой экспресс. Летний красивый вариант дизайна. Так. Просушиваем. Еще разочек вернемся к тому, что работали мы с вами гель-лаками из коллекции Sensations. Так. И вот таким вот образом. Так. Вот сюда мы все складываем. Закрываем нашу коробочку. Сейчас я, девчонки, положу сюда типсики. Вот таким. Так очень удобно. Знаете, когда вот перед клиентом открываете коробочку. Вот. Обычно же у мастеров на огромная связка типсиков, да, выкрашенных. А тут так прикольно. Предлагаете клиенту, например. Давайте с вами покроем ноготочки из коллекции. Гель-лак возьмем Sensations, да. Здесь вот есть оттеночки с этой стороны. Но не это удобно. Конечно же, удобна коробка для хранения, скажем так. Все стоит красиво. Открываете и даете клиенту посмотреть, какие цвета, да, у нас здесь в коллекции находятся. Очень удобно. Так. Еще раз напомню. Коллекция Sensations. Декорации 112, 111, оранжерея и очарование слайдера от компании Amy. И вот что у нас с вами получилось. Так. Ну, вот так сделаем. Может быть, кто-то сделает скрин. Ну что, всем огромное спасибо. Большое спасибо, как всегда, все было. Спасибо вам огромное, девчат, за то, что смотрите наши мастер-классы. До встречи уже в июне. До встречи в июне. Желаю вам всем хорошего наступления лета. Всем здоровья. Все побольше творческих каких-то идей, решений в нашем непростом, но интересном бизнесе. И, конечно же, всем побольше денежных клиентов. С уважением. Наталья Коклюгина. До свидания, девчата. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok